Продолжение следует... 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 Однажды я побывал в Канаде, давно это было, но так судьба распорядилась, что я стал еще играющим тренером, художественным руководителем отдела диктора центрального телевидения. Меня все интересовало. Профсоюз нас пригласил, который назывался «Работники, простите, профсоюз драматургов и артистов телевидения». А у нас на площади Журакова, рядом с микроэкозаводством, был свой телетеатр в то время. Откуда шли такие программы популярные и дыне, как КАЛЭР, например. Ну, тогда не было видеозаписи, хотя вам трудно это представить, наверное, да? Но не было. Все по-живому было. Живой, мудрая репетиция, вечер, передача. Ну, и я думал, ну что ж, у Михаила там артисты есть, значит, артисты телевидения. Ну, по наивности я спросил на второй или третий день нашего знакомства с руководством профсоюза. Они на меня посмотрели, как на дебил такого, знаете. И говорят, нет, артисты телевидения – это же тот человек, кто выступает в телевидении, кого мы видим и слышим. Это может быть диктор, это может быть комментатор, это может быть политопозреватель, это может быть специалисты. Ну, по тем или иным вопросам. Это министр, это премьер-министр, это главная фигура в камене, ну, короче, президент, премьер-министр, министр. Когда они перед микрофоном и камерой выступают, они уже артисты телевидения. Но это не значит, что они что-то должны играть и наигрывать, можно сказать, или какой-то образ создавать свой. Нет, они должны быть самими собой, предлагая его обстоятельства, как говорил Леонид Станиславский. Правда, до него это сказал еще Щербкин Михаил Семенович. И, короче говоря, все-таки помните то, что в данном случае, хоть тот президент Путин или, скажем, премьер-министр, нет, он в данном случае прежде всего артист телевидения. А что такое журналист? Это тоже артист, ну, очень интересный артист. Причем не герой любого, не героиня, нет, это вообще-то очень даже трудно сказать, как я могу, а бывает в театре, но мы не будем сравнивать, еще раз подчеркиваю, с театром. А хочу сказать, что у нас, например, в свое время очень четкое распределение было в программе «Время». У нас были, например, замечательный такой дуэт, у нас рабоче-христианский дуэт Дамир Вилов и Евгений Синицын. Кстати, Синицын учился вместе со мной чуть-чуть, по-моему, уже в Щербковском училище. И он, кстати, был журналистом, кстати, великолепнейшим поэтом, кстати, написал очень благие, писал не благие семьи, а его стихотворение о матери просто потрясающее, когда я познакомился с ним. И Дамир Вилов тоже очень оригинальный, вот каждый из них был личностью, интереснейшей личностью. А сами понимаете, в то время, например, делать репортажи, делать сюжеты о рабочем, о христианине, это не так просто было, потому что должно было это сделать оригинально, интересно, талантово. Вот это был рабочий-христианский такой дуэт. И когда выходил их сюжет в эфир, уже зритель знал, что сейчас будет разговор идти или о рабочем классе, или, так сказать, о трудовом христианстве. Ну, а если, например, по правилам железнодорожного транспорта, специализация была такая, то этим занимался Леонид Вилов. Понимаете, это касалось железнодорожного транспорта и авиатранспорта, очень проблем таких. Ну, если это вопросы культуры, то, сами понимаете, у нас были такие очаробательные женщины, как Слеплауна Бестужева, например, или Ниней Шахов, замечательный журналист, замечательная женщина, потрясающая. Она ушла из жизни, по сожалению, и она вам очень много интересного могла бы рассказать. Она очень учительная была, замечательная человек. Вот она посвятила свою жизнь проблемам культуры и искусства. Наташа Чернова была еще одна, у меня была короткая, такая, у меня, у меня, у меня, у меня такая, у меня, у меня такая, у меня Наташа, у меня, у меня, у меня сейчас потом вспомню. Она вопросы здоровья, вопросы медицины занималась. То есть, четкая специализация была. Но дело в том, что раз в полгода со всех уголков в Союзе собирались наши коллеги, журналисты и проводили такие серьезные все семинары. Во главу угла, правильно? Во главу угла, перевоу, как? Ну вот, во главу угла ставили вопросы, конечно, прежде всего, русского языка, русского литературного языка. Это была одна из очень важных проблем, потому что многие жители нашей страны, живущие, скажем, как в Закавказских республиках, в Зредней Азии, плохо знали русский язык. Для них радиотеревение было, своим образом, университетом изучения русского литературного языка. И когда приходилось делать репортажи с Красной площадью на праздники, очень приятно было, когда рядом с тобой стоял узбек, трижды герой социалистического труда, Хабракул Турсунголович Турсунголов, например. И когда он говорил с акцентом узбекским, он так точно, очень правильно строил фразы, логику соблюдал, понимаете? И очень четко и ясно выражал свои мысли, понимаете? И потом очень многие другие наши гости, уважаемые из Армении, Азербайджана, Грузии, они говорили очень правильно, очень верно, со своим акцентом, естественно. Но это было очень даже приятно в случае. Даже некоторые наши армяне московского разлива, Эдуард Иванович Молосоканов, например, у нас был замечательный, был и комментатором, потом он был корреспондентом Германии, потом тем же он еще был, потом политопозывателем был. Однажды я ехал вместе с ним в Останкине в Литвию, с армянами он ехал. Они ему что-то говорили, партнерские что-то говорили, он говорил одно слово, это не объявление, что-то такое. Потом он на ней простился с ним, я говорю, что там здорово выводите, понимаете, армянский язык вы уже знаете, да? Нет, ни слова. А что вы им говорили? Я им говорю, да. А что они говорили, понятия не имею. Понимаете, вот Георгий Сергеевич, спортивный комментатор наш тоже, но тоже московского разлива, и никакого у него акцента, конечно, не было. Но дело в том, что русский литературный разговорный язык, это прежде всего нужно, необходим, а сейчас это одна из самых главных проблем, прямо вам скажу. Вот что у нас такое есть? Символы государства. Флаг, герб, гимн и язык. Вот не знаю, что на первое место поставить. Дмитрий Сергеевич Лихачев, ну это вы знаете, он говорил, что когда гибнет культура, когда унимает национальный язык, то это свидетельствует о наступлении гибели государства. Поэтому вот сейчас, с моей точки зрения, самый главный, основной вопрос, я бы начал, перечисляя символы государства, на первое место поставил в пизде. Потому что он настолько становится... Какой-то учится? Настолько он становится чужим, честно говоря. Вот идешь по улицам, и тут молодые девушки, парни, они так говорят, что они ничего не понимают. Я очень плохо русский говорил, я ничего не понимаю, что они говорят. Но некоторые слова мне известны еще с молодости. За них у нас и не только по спине, но и по другим частям, даже и по голове. Понимаете? И вот я хочу вам сказать, что тот, кто хочет действительно посвятить себя журналистике, это очень-очень самая роскошная, самая прекрасная, самая перспективная профессия, которая существует на телевидении, на радио и в прессе. Тоже, понимаете, у каждого свой язык, я подписываю на их постоянно. Так вот, есть интереснейшие журналисты, каждый из них имеет свой стиль, если хотите. Вы понимаете, потрясающий совершенно стиль, который, ну как сказать, отличает одного от другого. Вот там Константин Кондрашон, например, ну просто потрясающе пишет. С такой иронией, с таким сарказмом. Ну очень грамотно, очень интересно. Я хочу очень-очень вперед в исторические темы. Я что много говорю? И вот мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, прежде чем пойти вот в такую профессию, очень серьезно продумал, какие проблемы будут стоять. Ну, я вообще не говорю о том, что нужно, вот я, например, сколько лет борюсь со своими недостатками, ужасными человеческими недостатками. И до сих пор победа еще, до победы еще очень далеко. Потому что радио, телевидение особенно, ну оно требует, чтобы все-таки был на экране положительный человек. Поэтому, конечно, одна из основных задач тоже вот бороться с самим собой, сколько возможно. И не останавливаться на достигнутом. И еще один принцип есть, конечно. Самый страшный вот то, что происходит, к сожалению, в жизни. Когда приходят люди в нашу профессию, скажем, ну их начинают узнавать. Ну, раньше писали письма. Ну, а сейчас там с помощью интернета тоже, значит, тоже свои оценки дает этому человеку. Он становится популярным, известным. Его узнаем. И человек становится, извините, звездой или звездуном, понимаете? Самый страшный. И поэтому вот в основе нашей работы было следующее, что сегодня я работаю лучше, чем вчера. Завтра лучше, чем сегодня. Это не товарищ Брежнев придумал. Это придумал очень далекий от нас преды. Это и он не греется между прочим. Поэтому, вот как бы сказать, нельзя останавливаться каждый день. Вот надо знать, что вот завтра я сделаю еще что-то такое. Пусть это незаметное будет для сгидти. Вот пусть вот так вот. Вот, ну, миллиметр какой-то. Но лучше, чем вчера. И вот так вот всю жизнь, чтобы ваше творчество шло вот под таким углом примерно. Это 35-40 градусов. Но не такое, знаете, бывают вот такие взлеты, знаете, знаете, как падает боль потом. И вот, чтобы звездизм, избавить себя от звездизма, это очень большое и очень важное дело. Потому что, если говорить откровенно, все, что вот наша профессия, журналисты, телеведущие теперь так и называется, наша профессия, она ведь мудриковая. Она вот полетает, 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 мудрик полетает, и вот вдруг же нет. Вот полетает, полетает, полетает. Вот какие замечательные люди ушли в жизни. А они очень забыты. И мои коллеги, старшие, товарищи, и Нина Кондратова, первого диктора, настоящего телевидения, Валентина Леонтьева, Анна Шилова, Умила Соколова, Света Жильцова. Мы никогда не будем в их счете. Они уже забыты. А уж я не говорю о наших замечательных политовозревателях, о наших выдающихся, я считаю, журналистах. Вот один из них остался на НТВ, Володя Кондратев, который действительно, ну, самый плодолитый был у нас корреспондент. Он работал в ГДН. Откуда он брал эти сюжеты, непонятно. Даже если не было событий, он их делал, понимаете. И каждый день присылал сюжеты, понимаете. Вот и сейчас он на НТВ уже политопозреватель. Ну, он работает примерно так, как он работал и много лет назад. Он молодец. И вот такой яркий пример, как нужно сохранять себя, как нужно относиться к своим творческим творчеством. А что касается артистизма природного, то вот чтобы вы поняли, есть несколько секретов, о которых, может быть, если вас заинтересует, я потом скажу. Ну, чтобы развивать свой артистизм, потому что сейчас, к сожалению, вот нет таких педагогов, таких режиссуров-педагогов, которые могли бы, ну, помогать во всяком случае, особенно первые годы работы на «Озене» или на «Радио». для того, чтобы раскрыть личность человека, чтобы все его потенциальные возможности были понятны, чтобы можно было рекомендовать там главные редакции. Как раньше, просто главные редакции действительно давали заявки на наших молодых. и мы постепенно потихонечку выпускали гуфины, как мы рождались в зверху. И здесь раньше такого вообще, ну, звездизма, это такое, звезды, астрономические понятия. Никого из наших я не могу предупредить в том, что они были такими звездами. Ну, а теперь, конечно, сложнее в этом смысле. Но чтобы избавиться от этого, надо помнить, что вы всего лишь последнее следом в цепочке большого количества людей, от которых вы зависите на все 100-150%. Что такое ведущий, телеведущий? Что такое ведущая информация или другая программа? Кто бы он ни был, даже он самый гениальный человек, таким, каким был Иерарх Белоруссанович Андролин. Я надеюсь, вы знаете, ну, Сергей, да. Помните, знаете, помню. Вы знаете уже хорошо, поэтому расскажите. Или Дмитрий Сергеевич, не хочу. Или вот, ну, он был у нас в Тарковском университете, у нас тогда была учебная программа, то, как он рассказывал о Пушкине, о Коколе, о Тургене, вообще, что у тебя. Дмитрий Сергеевич Лихачев, конечно, Академия Университета, потрясающая личность, понимаете. Но все равно, это всего лишь последнее звено той программе, в которой он принимает участие. А за ним стоит огромное количество людей. Редактор главной фигуры на телевидении, на радио. И до сих пор осталось там. Режиссер, ассистент режиссера. Техники, ну, операторы, если мы говорим о телевидении, операторы, осветители, рабочие сцены, монтажеры. То есть, перечислить это огромное количество людей, а вы являетесь конечным продуктом этой большой работы. Понимаете? Вы последнее звено в цепочке этих вот людей, которые все делают для того, чтобы дать вам возможность успешно, на высшем уровне, так сказать, совершить работу вот этого количества людей. Так что здесь вот какая задача еще стоит. Это очень тяжелая профессия, но очень благодарная, конечно. Ну, вообще, я могу говорить до завтра. Может быть, хватит? У нас есть вопросы? Вопросы? А у письма на уме идти, нет? Нет. А это хорошо. Ну, вот, лучше говоря, поймите правильно меня. Вы выбираете такую пропечь, очень-очень надо серьезно продумать. Я потом несколько секретов скажу, а сейчас я уже послушаю вопросы. Говорите. Пожалуйста. Вот, давайте я вернусь к вопросу, который вы поднесла в начале. Я не застал время, когда телевидение не являлось искусством. Что это... Поэтому я ответила, что это способ получения информации, быть в курсе дела, что происходит в стране. Сейчас же это искусство превращается, а может быть, уже превратилось в зомбирование. Вы так не считаете? Нет. Вы правы в определенной степени. Потому что, конечно, говоря об искусстве, даже информация по телевидению – это тоже искусство. Обратите внимание, как сейчас в нашем времени никогда такого не было, чтобы начинать выпуск, например, ну, верст, так называемый, с негативных событий. Убит, там, ДТП, там, 7 человек погибло, 2 из них, 9, там и так далее. То есть удар по голове слушателей, зрителей, сразу такой удар. Вот дальше все, что вы будете говорить, может быть, оторожен, все будет идти мимо. Понимаете? Но это вот чисто так психологически. Вообще надо сказать, что очень хороший журналист, он тоже быть очень хорошим психологом. Очень трудно вот разговаривать с человеком, например. Но сейчас полегче стало к тому, что у нас такая свобода, уже свобода. Свободнее, по-моему, нет ни одной страны. О, гневой, что хочешь, плюнь, где хочешь. Понимаете? Ну, отлично говори вообще. Даже вот этим языком, как это, не оцензурном языком говорить ничего. О художественных фильмах проводят это. Потом не надо удивляться, что дети маленькие, но ты на том же языке разговариваешь. Понимаете? Все это делает, конечно, то есть превращает искусство в телевидение. Ну, вот так. Это тут разбивается, это хорошо. Ну, вот такая жизнь у вас, ребёнка. У вас, я на вас. Но все-таки, понимаете, несмотря на это, очень многие годы ушли на то, чтобы убедить наших друзей и соперников, в том числе и гинемографистов. Я был членом Комитета по Ленинским государственным премиям. У нас в сердце было кино и телевидение. Ну, сами понимаете, что после Союза «и» это уже «и». Поэтому там, конечно, были замечательные режиссёры, замечательные актёры. Вот Вячеслав Тихуна, там, Алёша Баталов, Сергей Татьяновичев Расимов, там, ну, может быть, фамилии уже сейчас эти не говорят, но для людей, которые, конечно, в телевидение относились так. Это не поможет, ничего, громче будем говорить, ладно? Не стесняйтесь, не шалейте гофе, понимаете? Да, сейчас я вам спою. Приятного голоса в Россию. Да, вот к чему я говорю. А что я хочу? А, да, об искусстве. Они очень долго сопротивлялись, очень-очень. Ну, правда, там литературное сердце было у нас, она поддерживала телевидение. Приходилось очень много работать, чтобы каким-то произведением телевизионным можно было давать государственную премию. Даже Ленинскую премию получил один фильм. Ну, и Василий Лановой даже стал уряд Ленинской премии за озвучивание фильма о Владимире Ильиче. Такие мои моменты. Такая история. Вообще история, знаете, немножко. История нашей страны, да? Хорошо. У меня был недавно, как это называется, портелок, из очень солидного канала. И я ему рассказал там один эпизод, который мне, в свою очередь, рассказала моя великая учительница Ольга Сергеевна Высоцкая. А первым, это первое было экспериментальное телевидение в 1931 году, за год до моего рождения. Она была уже диктором. Когда не было телевидения, она звалась радиовидение. Поэтому диктору Франдию приглашали. Вот она одна из первых была. И вот она встретила Чкалова. Знаете, кто такой Чкалов? Да. Вот хорошо. Как точно, не увидит. Ну, ничего. И был угол громов, которые прилетели, как известно, через океан. Чкалов был гениальный совершенно, великий летчик. И в то время было такое, что, ну, все хотели быть летчиками, потому что он совершал потрясающий подвиг. И он развился, к сожалению, еще до начала Великой Отечественной войны. Но Чкалов, и вообще-то фигура потрясающая. Ну, и он мне брат, вот эти 23 года, 23. Значит, 2 и 3. Нет, 20 и 3. Вот. И я ему рассказываю, рассказываю, потому что у него глаза какие-то мутные, такие, как улыбки, знаете, тревогневые годности. Ну, я говорю, а вы знаете, какой Чкалов? Чкаловский метро, знаю. И не знаете, какой Чкалов? Знаете, я не поверил своим глазам уж там. Ну, потому что он мне дал слово, что он говорит, конечно. Тем более, фильм шел о Чкалове недавно, по первому каналу. Может, он его посмотрел, может, заинтересовался все-таки этой личностью. Ну, сейчас одна из самых страшных и опаснейших болезней наших журналистов молодых, которые выводят уже с дипломами, что они не знают истории, самые современные истории своей родины. Это самое страшное. Потому что, если человек не интересуется историей российского государства, когда я пыталась, я говорю, Сина, если не интересуется историей Ключевского, если не интересуется новейшей историей, то, конечно, в эту профессию не надо приходить, не надо выбрать что-то другое. Потому что, конечно, журналист должен быть всеятным, все знающим. Ну, более или менее, во всяком случае, по верху, чтобы, так сказать, каких-то исторических событий, исторических, особенно касающихся нашей Родины, так сказать, обязательно нужно быть очень-очень образованным. Образованным человеком. Ну, чего это я опять? Ты вот, это насчет искусства, да? Да. Ты вот, Сергей Аполлинаевич Герасимов, наш замечательный режиссер. Он сказал, я тебя петь не могу, я не буду снимать никогда. Я говорю, как же Сергей? А вот мы сняли фильм «Дочь и матери». Его жена, Тамара Фёдна, значит, там играла главную роль, Инагентий Смокдуновский, там очень хороший состав актеров. В основном на средних и крупных планах снят фильм. Это уже для телевидения. Как раз именно телевидение, оно отличается тем, что фильм делается тогда для телевидения, что в основном берется в округе, не в общей, а в средней и крупной планах. Очень сложный такой фильм, был очень здоровый, был сделан. Блин, это моя задумка была. Я не собирался. Я говорю, вот он получился, телевизионный. Нет, я никогда не буду снимать для телевидения. Ничего. Прошло несколько лет, и он прекрасно снял многосерийный фильм «Красное и чёрное» на основе Горького. Дело всегда. Снимал свои фильмы. И отношения к телевидению постепенно менялись. Даже у наших вот таких вот друзей-сотерников. Большое спасибо. Большое спасибо. Я могу поделиться. И вот, представляете себе, он снял замечательный фильм. И, в общем, был признан на телевидении искусством. А вот, представьте себе, вот не было бы звука на телевидении или картинки, зачем она нужна была. Сейчас, правда, все перешли на этих картинках. Того? На интернет, понимаешь, да? На ладбуки всякие, да? Или ещё как-то. Айбеды, да? Вот заайберик, да? Да. Таблицу умножения знаете? А зачем? Да, есть, да. Нажалуйся, а правильно. А? Я спрашиваю. А тебе? Нет, правильно. Вот как это живёт. Так что искусство даже в информационной работе необходимы крайне и на радио, и особенно на телевидении. И вот для того, чтобы вы поняли, что такое артист в телевидении, ещё раз я вам хочу сказать, то я хочу подчеркнуть, что здесь ничего от того, что требуется от артистов театра или кино, или телевидения, там я уж не знаю, не требуется. Требуется ваш природный артистизм. В каждом из вас, в каждом из вас есть ход в той или иной степени. Ваша задача его развивать, понимаете? И даже можно... Ну, такие секреты я уже могу поделиться, вот скажем, когда человек... Сейчас вот... Знаете, вот на вокзалах раньше было, я не знаю, сейчас тоже в аэропорту. Внимание! От пятой платформы оходит Коэш, Москва-Бергичев, передаём Марш-Шапена. Понимаете? Вот Диктор Дикторович я называю. Диктор Дикторина Дикторовна. Вот так. Что они сидят и вот, понимаете, вот так говорят, и вот иногда некоторые наши, даже на первом канале, коллеги, теперь так вот говоря, ну, значит, начинаем, понимаете, вот это вот, даже, ну, так вот, нельзя такого человека допускать на микрофоны и на камеры, честно вам скажу. Потому что каждый из вас может и добиться того, чтобы его природный артистизм рос, в любом случае, если вы на радио, или на телевидении, или даже пишете, да у каждого свой стиль есть. И вы знаете, в свое время у меня был такой эпизод неприятный, я отказывался вести программу в ревну, потому что мне нужно было говорить товарищ, и они-то есть прежни. А я получил письмо от старых большевиков, которые упрекали меня, причем весьма в хороших выражениях, как вам не стильно. Вот тогда-то такого числа вы прочитали, понимаете, сколько-то в раз они прочитали, сколько раз я стал товарищ. А я еще говорил редакторам, что нельзя так, ребята. А они сказали, надо, у газифка такая есть. И вот я пришел к нашему председателю, говорит, да, и говорю, я хочу сложить в себя полномочи от крепежного кодектора, я буду художествен руководителем, могу заниматься с молодежью, другую программу какую-нибудь поведу. Ну, а разведитель меня показал ему это письмо, он, отбросил куда вы не уйдете, будет работать, и все. А Сатакова-Щедрина вы читали? Да. Да, если бы он меня спрашивал. Я говорю, ну так, в школе проходил, вот это проходил мимо, наверное. Вот сейчас вышло впервые в советское время помните собрание сочинения Сатакова-Щедрина. Езжайте срочно и звоните из Тухарина, это был председатель господиста, там только вы давали такие талончики, что получить это полное собрание для членов и кандидатов в члены эмоции. Вот, я приеду туда, где всякие, по двое было, я говорю, достаньте мне. Ну, в общем, удалось мне получить, одного дома, правда, не было, но здесь, на Армати, мне потом удалось его достать. Это уже последний был, самый последний. Ну, это вот, когда вы прочтете, это следует, поймете, что в русском общении главное не то, что вы говорите, а главное, что вы имеете в виду, то есть, так называемый второй шланг. Вы знаете, непонятно, и он сказал, без юмора, без иронии, без сарказма, мы не можем разговаривать друг с другом, русский, великий язык, он позволяет нам так вот общаться, что мы можем улыбаясь, сказать, какая же ты сволочь, понимаете, и наоборот, мы говорим, как тебе не стыд, негодяй, а я и тебя люблю, сволочь, понимаете, вот так. Но это будет уже вторым планом, понимаете, ну, короче говоря, я, значит, прочитал Салтыкова и Северина и начал это пробовать на моей феррии. Недели через две получаю два письма сразу от художника. Один из Ленинграда, другой из какого-то другого счастья побородишь, по-моему. Значит, товарищи Гиллхотов, так вот читал вы читали постановление цикад «СС», «Низа», «Но в глазах у вас было что-то другое». Художники они видят в мир в глаз особый, в интерпаз, понимаете, они ощущают и чувствуют, что действительно это что-то не то. Мне понадобится полгода, чтобы вот привести себя вот в то состояние, которое нам помог Михаил Евграфович Салтыков, он же щедрин и сейчас должен помогать, потому что я вам очень люблю его прочитать. Вот в этом отношении я хочу даже пример привести. У нас очень хорошая есть ведущая на НТВ Алеша Пивовара. Замечательный совершенно человек, который очень точно работает так, как надо. Ну вот его неравни, сарказм, иногда даже, ну иногда правда серьезно и так далее, какое-то отношение к тому, о чем он говорит. Знаете, это, ну как бы сказать, вот то, что надо. Вот это такой образец. Ну правда, он немножко перегибает, переигрывает немножечко, ну потому что свестизм, он ввести свестизм, даже на НТВ, на НТВ, так что все нормально. А вот чтобы этого не было, вообще, вообще, такой, степень, я вам расскажу. вот как начать заниматься тем, что лежит в основе искусства телевидения и в основе искусства радио, прежде всего, о пишущем, о пишущем журналистах я не говорю, потому что я не вам ведь сам не пишу, я не писатель, я читатель. И вот, значит, на трех китах стоит это искусство. Это что я говорю, кому я говорю и зачем, ради чего я говорю. Вот три кита, без них лучше не надо, лучше не надо приходить, даже подходить к этой профессии. Что такое что, ну это содержание, естественно, вы сами можете написать что-то, для вас уже что, то есть конкретно текст ваш авторский, между прочим. Второе, кому я говорю, не миллионам, которые служат меня, не тысячам, не десяти человекам, а одному конкретному человеку в разных ситуациях. Если эта информация, если она, скажем, обращена, ну, так сказать, тем, кто интересуется политикой, это одно дело, если это какие-то социальные проблемы, которые, ну, вот решаются, значит, какое-то послабление, в чем-то, вот, может, спички станут и жены на десять копеек. Понимаете, это тоже очень важно. Но каждую информацию для меня, она должна быть обращена к одному человеку, которого я знаю. Понимаете? Ну, знаю я не так близко, но в этом случае послужусь, если надо, войти, глазу чуть поправлю, можно к вам? Да. Это у меня сосед был такой, я иногда обращался, особенно, когда постановление от Зайканера по ЕССР, это министру приходилось, и даже от него однажды получил потрясающий комплимент. Он важный герой Советского Союза, маршал авиации Евгений Савицкий, отец нашей космонавтки Савицкой. Так что у них на троих четыре звезды. И вот он всегда читал на деду Правда от и до. И обычно они ходили вокруг дома, он недалеко живет, и его окружали генералы, там тоже полковники, и обсуждали международную обстановку, другие проблемы. Ну, короче говоря, он читал Правду от и до. И однажды он меня встретил на той 26-летней книжки. Ну, да, ну, как дела все до. Я сегодня не читал Правду. Евгений этого не может быть, может быть, никогда. Он говорит, нет, вы мне так вчера четко изложили постановление, что я не прочитал. Понимаете, вот это была для меня самая высокая оценка. Это действительно выбор, ну, как вам сказать, этого самого вот объекта человека, к которому вы говорите, просто здравствуйте, добрый вечер, а на самом деле вы говорите, добрый вечер, Иван Иванович, добрый вечер, Иван Петрович, понимаете? То есть вы конкретно уже обращаетесь и вы начинаете ваш разговор, вашу информацию, информацию с тем, что вы находите своего точного объекта. Поняли, о чем я говорю? Я так взял. Нет, не знаю. Это очень важно. Ну, а ради чего третье, самое главное, ну, что вы хотите? Это прежде всего, знаете, может произойти то же действие слово, а не просто так. Если вы очень точно сами, как гражданин, как гражданин, как мужчина, я не знаю, ну, как нормальный человек, оцен, даете свою оценку тому событию, о котором вы сейчас рассказываете, тому событию, тем вещам, о которых вы рассказываете. Я не эмоционально, так сказать, а свою оценку, одобряю меня или нет. Понимаете? Вот на этих трех этапах стоит это искусство. Вот если его освоите, вы будете очень интересным и убедительным собеседником, а не просто там телеведущим или так это сказать. Ну у вас вы знаете сколько надо еще говорить. Ну и потом еще что-то. Да, конечно, пожалуйста. Так. Первое, что там? Петяков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы снимали с кино. Я хотела спросить, что вам давалось важной съемки в кино или работа в кино? Подробки можно? Вы снимали с кино. Я хотела спросить, что вам давалось сложнее съемки кино либо же работе в кино? Ну, в кино я снимался два или три раза всего лишь изображая самого себя. «Девичья весна» был такой фильм, вот мне подарили его по случаю его июля, еще черно-белый излучательный фильм, кстати, был. И в 59-м году, еще тоже я начинал делать, давно очень репортерских работ было, поэтому режиссеры молодые, я хочу, шесть дней, они пригласили. А в заключении вот где-то в 2000-м году Меньшок Владимир Валентинович снял и взялись вагон. Там мы с моей партнершей Николаевной Шатиловой тоже себя изображали, причем сложности были невероятные, потому что техник той уже не было, она устарела, хотя 17 лет всего прошло каких-то, да, студии тоже не было, но и все уже по-другому совершенно перестроены, аппаратные даже нам пригодилось так, бог знает, в общем, придумывать, но все-таки было аппаратное похоже на ту, которая была сентарой группе. Вот, и, конечно, откровенно говоря, сниматься в кино, тем более, быть самим собой так, это не так сложно, а вот работать в Айфере значительно сложнее, но особенно в живом Айфере, это когда ты знаешь, что у тебя только один дубль есть, второго дубля нет, это, конечно, очень накладывает на себя. Однажды у меня, я очень любил, действительно, в студии интервью кого-нибудь брать, ух, какое удовольствие это было, и, кстати, действительно, просто вот, я понимал, особенно спорт, у меня очень волнованно молодой был, даже, он играл в зале телецентра, ну, короче говоря, однажды ко мне пришел гость, вот я уже назвал его, Хабраков, Турсун Голдович, Турсун Голдов, это трижды герой соцтруда, хлопковод великий, а было совещание от хлопководов это при Крущеве, такой был у нас руководитель, Никита Сергеевич Крущев, его главная кукуруза и хлопот, хлопот это порог, сами понимаете, площадь мира, который все равно нет, и вот он замечательный человек, как он на Красной площади выступал, он все очень четко, неясно, как он складывал слова, как бы логика какая была, но вот я его говорил, он хорошо по-русски говорил с таким очень красивым мультиверским оцентом, ну, думаю, придет, сейчас все, мы по-каке, чайку приемли, там у нас, например, приема была на жаблотке, и пошли по-каке, здесь, ну, ну, значит, так все, все, у нас три камеры стоят, как всегда, ну, четвертая, просто резервная, я говорю, дорогой Хабракул Турцовович, значит, вот, да, представил его зрителям, сказал, что на это совещание выступал, вот, и судей еще в учет, а после этого, помните, он выступал, Хабракул Турцовович, сегодня на студии, расскажите, пожалуйста, Хабракул Турцовович, о ваших впечатлениях от этого совещания в СССР. Он там, вскрыл, на одну камеру, мы, хлопоробы, правительство, и лично, товарищи Хрущевы, в ответ, да, эту заботу, выхлоп, коробой, знаете, как говорит, хорошо, эх, мне бы так говорили, без запиночки, как говорит, и вопросов не надо никакого задавать, господи, как хорошо, когда закончил он, чувствую, что да, я говорю, спасибо большое, это продуктур, что он получил, 10 минут прошло, а ничего не стоит, я еще могу, поворачивается на вторую камеру, и не сюда ничего, говорит, правительство, ответ на эту заботу, на эту заботу, холодный пот выступает, прервать, трижды герой, извините, я не мог, значит, я смотрю наверх, там, смотрю, что такое у меня, может быть, нас вырубили из эфира, живой эфира, понимаете, нет, смотрю, сидят еще, но как-то они очень так нервные, нет, очень беспокоиться там, ну, думаю, надо, кто-то опоздал, он сейчас еще послушает, ничего страшного, и когда он уже заканчивает, я уже приблизительно текст запомнил, я его, так сказать, более выразительный, говорю, большое спасибо, хаброскунту, сумбушу, не стоит, поворачивайся на хаброскин, я уже не могу, я уже никого нету, пока они от смеха лежали уже, и наконец, решил так, сейчас он не закончит, но у нас тоже камер-то нет, я его взял, заоберую, и по-честному, спасибо большое, Ничего не стоит, у меня все. Потом мы пошли опять к чаю. В полку приема. Значит, я говорю, ну, вы же опытный человек. Ну, так хорошо, что знаете нашу технику, технологию нашу. Почему вы так это тренировали? Слушай, утром было кино, знаешь, а там это ужас какой-то. Вот один рассказал, потом пошел к чаю. Они камеры, ну, тогда были такие, не очень такие. Камеры без трансфокаторов надо было менять и свет там и все прочее. Потом еще и счет сделали, опять я говорил. Потом опять пил чай, да. И потом опять, значит, надо вот и в общий план, средний план, и крупный план, знаете, как это положено. Потом уже смонтировать это и так далее. Ну, потом третий раз. А ты знаешь, а я смотрю, пришел, у тебя три кадра стоят. Я думаю, три раза скажу, что это, и уйду. Мне надо домой уже, работай много. Вот как он в то время уже умный человек, он, так сказать, уже настолько познал технику телевидения, что действительно он сейчас вот так, как бы и было, снимали с трех камер, и средний, общий план, что угодно, монтировать, как угодно. Вот такие вот вещи бывали. Как на прямом эфире, представляете себя. Ну вот, ну ничего, вместо десяти минут, полчаса. Значит, другие программы, значит, шли по множеству, попозже. И вот, вы знаете, готовить очень сложно людей. Почему я говорю о психологии, про все прочее. Видите, сколько проблем. Вы даже не представляете, сколько проблем. И все это входит в предмет, который называется ораторское мастерство, ораторское искусство, как угодно. И если бы этим занимались наши выпускники, особенно вот это отделение телевидения радио, у нас бы проблем не было. Они бы приходили, они были бы профессионалами. Потому что я вот очень рекомендую тем, кто хочет по-настоящему освоить вот нашу профессию, такую телевизионную, заниматься таким образом, как занимаются артисты балета. Называется «Станок», «У станка», когда работает, знаете, в Украинской Союзе. Вот мои соседи, в четвертом этаже были, к сожалению, дать, что всего ушла жизнь. Володя Васильевна, вот ее муж, они даже вот из гостиной своей сделали такой станок. Они всегда работали это от утром и вечером обязательно, даже если вы не участвуете в спектакле. Вот представьте себе, что вы берете какую-нибудь книжечку, ставите ее сюда перед собой. Это будет у вас там пендиум камеры. То есть, там теперь уже большой компендиум такой, потому что там же суплер сидит. Суплер. Ну, это ужасно. Самое страшное, что есть. И вот перед вами эта книга, допустим, ну вот, возможно, вот так вы ее поставили. Это вот перед вами объект. А если вы хотите, стопанчик вот такой поставили, это уже микрофон у вас, понимаете? Если вы имеете в виду ранен. И вот, чтобы наработать вот то, о чем я говорил, особенно объект, и особенно свою оценку того, о чем вы говорите, еще раз подчеркиваю, оценку даете. Но подтекст ее такой, я вот так считаю, а как вы думаете, чтобы не быть назидателем? Не назидать, а вот именно просто я ознакомлю вас со своей оценкой, как вы думаете. Вот это обязательно должно быть. Вот вы ставите книгу, предмет, берете любимого писателя. Ну да. Моекос, это нет, это поэш. Проза, мы в Прозе работаем пока еще. Лермонтов. Лермонтов, прекрасно. А я бы рекомендовал даже Куркина про Прозу, например, повести Белкина. Это вообще, ну, идеал вообще. Вот так как. Это вообще гений такой, о котором просто, ну, говорить даже страшно. Он пишет так, как будто он с вами, как будто он работает сегодня с нами, работает на телевидении. Но что он разговаривает с одним, с одним человеком, с вами, как вы читаете. Когда Георгий Васильевич Саверинов написал музыку для фильма «Метель», я его спросил, как вам удалось с тобой чудную музыку для такого, ну, средненького фильма написать? Вы говорите, это очень просто, я просто читал вслух повести Белкина. И вот «Метель», вот я читал, и эта музыка, она пришла ко мне с страниц-ушек, понимаете? Ну, я попробовал, действительно, когда его читаешь, просто удивительно. Он там не повторяется, там, какая лексика у него потрясающая. И как будто он сегодня с нами живет, он сегодня разговаривает просто с вами. Вот этот ярчайший пример, например, как нужно разговаривать с воображаемым, с арендом вам, с человеком, которому вы что-то хотите передать свое. И вот перед вами этот пункт, да, этот объектив. Вот вы уже представили себе, ага, чем я даже знаю, он на третьем этаже живет, такой, такой кислый, такой недовольный, чех вы не любите, ну, какой-то, ну, какой же вы, ну, не еще, а хорошая. А вот он у меня сегодня в объекте, то есть он в объекте, он такой объект. Сейчас я ему. Значит, что есть Чехов? Кому? Этому соседу моему, Максиму Максимовичу. И ради чего, чтобы он еще раз прочитал Чехова, проникся талантом этого гениальнейшего писателя, который умел в небольших предложениях такую создать картину. Потрясающий, вот послушайте. Ясный зимний полдень, мороз крепок, трещин, и унаденький, который, держав меня под руку, покрывается серебристым. И унаденький, который держит меня под руку, поверняется к серебристым и не в кудре на висках, и в бушок на верхней губе. Мы стоим на высокой горе. От наших ног, ну, что до самой земли тянется богатая плоскость, видишь? От наших ног до самой земли тянется богатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Сидите вниз, Надежда Петровна. Умоляю я. Ну, Наденька боится, ну, и так далее. И вот я стараюсь выполнить все три этапа. Что? Великий Чехов. Кому? Максиму Максимовичу Чехову, да? Ну, не ради чего. Ради того, чтобы он изменил свое мнение о великом писателе. Запомнили? Да. Очень даже интересно, очень помогает. Это еще ведет к тому, что вы будете развивать свой природный артистизм. И эти самые будут работать, и так далее. Запомните. Ну, и так между нами, это очень вредная, ахуйная вещь. Так, вопрос. Нет, вы вопрос хотели задать? Да. Меня зовут Ван, и я хотел спросить, вы справедливо ответили, что проблема русского литературного языка была ключевой и остается по сей день. А насколько мне известно, сейчас в школах хотят объединить уроки литературы русского в один. Вот какие могут быть по вашему последствия, и правильно это или нет? Ну, последствия мы уже сейчас наблюдаем на центральных каналах телевидения. Я уж не говорю о не центральных. Там такое. Там не литература, не язык. Там Бог знает, что творится. Я уже еще раз подчеркиваю. Это ведет к гибели государства, когда мы теряем свой национальный язык. Самый лучший, самый оригинальный, самый действительно могучий, великий, как говорил Павкин. Ну, понимается. И это очень приспособное дело. И вот для того, чтобы... Ну, это мои не в силах, конечно. Это нужна не просто реформа языка, а это просто нужно очень много нашего руководства, нашей страны сделать для того, чтобы вернуть наше образование на ту лирию, по которой шло наше образование и раньше. Таких образованных людей, как в Советском Союзе, независимо от того, будь он физик или лирик или кто угодно, не было ни в одной стране. Нас очень высоко ценили именно за то, что наше образование было полифоническим, если так можно сказать. То есть выходил инженер, так он был человек, у которого кругозор был колоссальный, понимаете. Вот, а мы идем сейчас по американскому пути. Вот, понимаете, вот людей образовывают в определенном направлении. То есть идет такая специализация. И он, в конце концов, знает только про свой тибирт или гитарь или что-нибудь. А что такое Россия, он даже не знает. Или что, белые медведи, да. Как такой вопрос задают. Белые медведи, да. А больше ничего не знают. И вот то, что происходит сейчас, это просто катастрофа. Потому что американизация нашего образа жизни привела к тому, что у нас очень много проблем, которых раньше даже не было. А они появились. И самая страшная проблема – это образование и культура. Ну и, естественно, в основе всего этого лежит язык. Ой, горько, ребята. Просто горько, честно. Столько сил, столько лет ушло на то, чтобы действительно на радио у нас был действительно эталон русской литературной разговорной речи. Понимаете? И люди, тоже для них радио было, ну, как вам сказать, своего рода, родение университетом, где можно было послушать. И, понимаете, вот у нас были там дикторы так называемые. Но это не дикторы были. Это чтецы художественного слова, которые у них, даже такой, вы знаете, как новый текст, написанный очень таким примитивным журналистом, его превращают в художество. И, понимаете, и у нас был великий такой, ну, я же не говорю, а Юрий Борисович Ревитальев, это действительно легенда нашего времени, легенда останется нашим людям всегда, да, всегда. Вот. Но еще был Владимир Борисович Герцог такой, романтик, я говорю, невероятно, вы знаете, он мог делать действительно из такого сюжета какого-то, из текста, делать действительно художественные произведения. Но он никогда не готовился, даже, знаете, он показывал как-то, ну, вот, лист переворачивался на зоро-связь градусов, да, и так совершенно спокойно работал Дмитрий Борисович Ревитальев. Ну, вы знаете, однажды он, он очень был страстный, любитель бега, бегов, ну, главного шага. Он как раз пришел после этого, как раз на работу, ему подсунули текст, ну, все еще, там бега. А там сюжет был такой, значит, донула девушка, мимо ехал шофер, по-собозной, он бросил самоводу спас эту девушку, он довез ее, довез, пум, ты, в общем, хороший человек, вот такой вот, все, друзья. Дождем, тонула лошадь. Пришел сыграть, а рядом с ней тонула девушка. Дело сильно, ловно, ищет. Дальше он пошел, а он там всегда, ну, прям, а его, а в отдел контроля, что он на радио, там каждое слово проверялось, знаете, все. Они такого любили, он был участник в войне, а в стилилист, вся группа, и даже такой красавец. Вот, значит, он дочитался, и все, 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 все. И потом четыре недели пошли письма, а что стало с ложенью? Знаете, стали все искать в архивы, знаете, бабки, бабки, смотришь там, это лошадь, нигде лошадь, и нет. Какой день, такой день, такой день, может, другой, нет, другой, время, какое время, такой, да нет, нет, ничего, нет, не понимаете. Ну, наконец, он пришел, я сказал, это я, ну, такие лошадь, вот такие люди были. Но, вы знаете, вот действительно, когда я его слушал, а мое детство прошло под звуками, под голосами, да, потому что мы даже, особенно в 41-м году, очень тяжело было, когда мы слушали его, знаете, когда он говорил от Советского информбюро, мы знаем, что дальше последует. Наши гостя оставили города, и шло перечислить. И вдруг, 6-го года декабря, мы услышали совершенно другую, другую интонацию, вот так. От Советского информбюро, знаете, прям мороз по коже до сих пор, я как вспоминаю это, мы сразу поняли, что, ну, разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Вы представляете себя, и вот этот голос прошло, прошло мое детство и все такое. Вот когда я впервые с ним встретился, знаете, когда меня поражен был, я ожидал, что это выйдет такой двухметровый, грабила такой, с таким голосом. А вышел у большого роста человек в очках, и так очень милый своим голосом сказал, здравствуйте, я обалдел совершенно. Вот мы с ним вы дружились, и до самого кончины были такие. Тем более, в последние годы мы с 1810 года работали в одном здании на улице Королева, идти даже в новом здании, им очень тяжело было работать, потому что потолки очень низкие были, там, экономика должна быть экономика, как был голосом до того времени. И вот мы даже его юбилей очень хорошо отметили, там официально в конференц-зале, а потом мы пошли в бар, и там такой устроили, и голубой огонек, что он прям был очень-очень удовольный, и очень хорошо. Вот такие люди работали, да. Опять я не туда, да, чего-то. Так, ну, я не надоел вам еще? Нет. Нет. Еще вопрос. Да, давайте вопросы, правда, опять. А вот сейчас вы желаете, ну, хотите, видите... Погрузки, можно? А сейчас вы желаете видеть наше поколение образованным и развитым, как ваше время, а какие были ваши мечты в детстве? Хотели ли вы стать космонавтом или президентом, как многие дети? Нет, как многие дети, я с 14 лет мечтал стать режиссером, кино-режиссером, кино-режиссером, кино. И поступал после окончания средней школы, я поступал во ВГИТ на режиссерский факультет. Ну, товарищ Чуарелли, замечательный наш режиссер сказал, «Слушай, ты еще молодой человек, а еще не был в 17-е, ты знаешь что? Ты поживи, опыт на жизни набери, ну, тогда приходи, посмотри, какие люди к нам приходят». И, в общем, не получился из меня к счастью с режиссером. И я очень рад, счастлив, потому что, видимо, данных-то у меня таких не было, если бы вы в 17-е, я бы не хотел взять. Ну, вот, и так что... А еще мечтал быть, знаете, совсем в детстве, шофером. Знаете, стулья складывал, да, знаете, как пятидомки такие были, автомобили грузовые, большие такие вот, мне очень нравились они. Слухи сдавали, рычали так, что вообще все падали. Ну, мечты-мечты, а вот Господь распределился совершенно иначе. Я все равно хотел быть режиссером. Я пришел на сельвини, чтобы стать режиссером. И в 20-е месяц я поработал помощником режиссера, чтобы впоследствии стать ассистентом. Надо было целый год пройти бусы, чтобы потом нажимать те кнопки, которые надо, а не надо. Ну, и через 20-е месяца уговорили меня принять участие в конкурсе. Дикторов не было. У нас был до меня очень хороший Андрей Хлебников. Мы ровесники с ним, замечательный парень. Но что-то не сложилось у него, какие-то взаимоотношения с руководством. И, в общем, он ушел на радио. А в конкурсе нужен был мужчина. Потому что приглашали с радио, Дикторов, а ему надо платить гонорар. А судья была бедненькая. С вами понимаете, свободу заведем, с экономией, понимаете. Вот свободу заведем. И я вот, значит, вот 27 сентября это был. Мне пришлось в большой праздник. Возвижение Христа достойного. А по старому стилю я был 14 сентября, это мой день рождения. Ну, я бы этого, кстати, не думал тогда. Но просто так получилось, что прошел этот конкурс, а через два часа пришел в эфир. Ничего не умею, ничего не знаю. А мои подкореги замечательные, Нина Кондратова, Валерий Леонтьевич, Лунис, и сказала, вот столько советов надавали. Ну, страна советов была. Советы, советы, а в одно выходило, в другое выходило. Разве что-нибудь оставишь, когда у меня через 15-20 минут надо выговорить. В эфир выходить. Ну, в общем, ужасное было состояние. Вот мы же выговорили. С тех пор, если я умею, я... Нет, ну, это как полюборская минутка. Ну, для вас это 57-й год, это очень хороший год был. У нас впервые был в Советском Союзе, в Москве проведен Всемирный молодежный фестиваль молодежи. Всемирный фестиваль молодежи. Приехали нам впервые со всех уголков мира. Вы знаете, никогда у нас такого не было. Это просто потрясающе было. И здесь я так вот, я как раз очень много работал. У меня музыкальная редакция была помощь к режиссёрам. Там потрясающе было, концерты давали нашим ребятам молодые из разных стран. Это были просто потрясающие какие-то воспоминания об этом. Но потом в Советском Союзе уже начал работать. Но по настоящему, по настоящему, вот, свою профессию мне помогла осуществить моя великая учительница Ольга Сергеевна Высоцкая. Первый дикт, как я вам уже говорил, кого было срочного телевидения в 31-м году. Она была патриотом своего рода, но очень любила телевидение и знала все финансы, все хитрости. Она была очень дирекатна. Она действительно вторая мать, моя творчество, понимаете. А жена у меня была не такая дирекатная. Вот, я прихожу, там, мамочка моя открывает дверь, говорит, я говорю, что это хорошо. Она говорит, ничего хорошего. Бездарно всё, они начинают меня поливать. Так вот, знаете, самый настоящий критик был такой, потому что она меня знала на этой воде в моей жизни. С детства знала все мои крупные, средние и очень любые, маленькие недоставки. Она так меня пилила, что после этого я довольно серьезно, все в мягкой форме. Она в такой дипломатической форме, и я бы сказал, даже в мягкой форме. А я каждый день ездил на Кошкинскую площадь сюда, в Путинки там работала, радио было там. И вот мы с ней проходили, видео-то не было, что ты делаешь, проходили вместе с ней. Вот она раскрывала мне все свои секреты, о некоторых которых я вам сегодня рассказал. Некоторых из них я рассказал. Ну, короче говоря, это было хорошее время такое, когда ничего не знаешь, не умеешь, и все пробуешь. А особенно на заводах, на фабриках, репортажах, знаете, вот так вот, понимаете, сейчас вот радиомикрофоны так хорошо бегаешь, там вот туда-сюда, а когда вот Штурс, огромный микрофон здоровый такой, и на него почему-то все на этот Штурс будут наступать, и надо было вот дергать, вот, дергать, вот, дергать. Радости встречи с людьми, не только с людьми, а вот так вот, а вместе. И даже первые потом наши видеомагнитофоны, когда видеомагнитофоны ПТС, когда можно было записывать на выезд ПТС, и мы, был у нас великий такой комментатор Юрий Валерьянович Фокин. Может быть, вы расскажете когда-нибудь о нем, это замечательней же было, и все 60-е годы прошли, вот, можно сказать, на самый яркий, самый такой, какой-то необыкновенный, но он не любил готовиться, он всегда наоборот, знаете, вот так, хочу, так и говорил, и многие его терпели, хорошо, но до 70-го года потом отправили его в Киталка, в Грецию, в фориспольте. Ну, в общем, мы когда-то визит был, и человек потом был предыдущим, он был дедом и дедом, а да, номер 7. Мы играли в боюшку, знаете, да, у нас рации были, значит, первые, первые, я седьмой, когда начнется съемка, когда я седьмой, 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 начинайте. Знаете, какая игра была? Мы снимали два года подряд, сначала в Одесском военном округе, потом при Балтийском военном округе, фильм, такой фильм, видеофильм, 23-го февраля, я ждусь, я искал, не верю, в Слоуфлоте, теперь позвонили защитника Отечества. И вот, очень интересные были такие репортажи, когда приходилось вместе с солдатами, значит, идти в Атар, вот там был морсик десантник, просто пиротинцем, там даже лёжечком, но это уже было, по-моему, при Балтике. Ну, в общем, такие большие фильмы делали, очень интересно, и, конечно, монтировать надо было их очень осторожно, потому что не было электроники, а вручную, вот такую плёнку, смотрите, Каттер назывался, вот такой шириной плёнка, вот надо было разрезать, и так вот, с так вот её склеить, так, чтобы не было ни по звуку, ни по изображению никаких таких вот, поэтому у нас один такой инженер, который сидел на седьмом этаже, и в основном день, вот он дрожащий руками, как-то, вот, и не был, как юбилит, знаете, такой. Сейчас, конечно, приходишь, когда смотришь, то есть, я не поверю, сказать, и вот такая штучка, вот такая, вот, даже меньше, вот такая, это вот сюжет приносит свой харизмонтент, уже отмонтированный. Вставим, и Лиджи Свердов кнопочку нажимаем, после того, как в телеведущие стажа, значит, репортаж нашего харизмонтента, Ивана Сидорова. Всё, и сразу же, на Сидорова уже, Сидорова, уже кнопочка раскрыта, и всё, уже нет репортаж, видите? А раньше нужно было шесть слов последних говорить, чтобы они точно, вот эти, всё, что угодно говорили, ну, эти шесть слов скажем, по этим шести словам, как начинаешь говорить, идёт команда монтажная, Монтавар, и там идёт, 9, там, 8, 7, 6, и последнее слово скажем, а как их переводить приходилось? Я говорю, ну вот, понимаете, все языки знаю. Такое, на каком, хотите, на таком могу, с таком могу перевести. Чего смазать-то меня, да? с помощью этих хурганеров, я знаю точно, сколько говорит, например, араб, а он себе, ну, а он, араб, минуту 45, пожалуйста, я минут 44 всё перевожу, он знает арабский язык, ааа, опыту, были вообще жуткие случаи, вот так переводить нам было. у нас был гениальный совершенно, Тори Овсяников, он был сначала редактором, потом корреспондентом, он в Японии долго-долго работал, он знал 35 языков, вот так вот, и на Красной площади, если было одно удовольствие работать, потому что не надо было толкаться этим переводчиком, потому что он совсем языков, спокойно переводил, всех, кого угодно, и он же был женат на Болгарке, и в Болгарии тогда был Тодор Жин, такой, ну, типа нашего Хрущёва, ну, у него такой крестьянский говорок, такой, ну, у Хрущёва был такой, ага-га-га, ага-га-га-га, немного, ага-га-га, ну, он такой из Южной России, поэтому, южно-росский такой говорок, а он за 7 дней выучил болгарский язык, но, тот язык, на котором, ну, с тем акцентом, ну, с говорок, Тодора Жинкова, он говорит, боже мой, что ты сделал, Толя, это же Тошка наш так говорит, ну, ты понимаешь, ну, это же ужасный язык, это, ну, ну, это деревенский язык, а мне нравится, болгарский язык, он даже китайский язык, оп, моя жена рассказывала, он реально работает на обстоятельной выставке, там, он помнит, это вот, идет китайский язык, из Гонголда, а вот этот китайский, из Центрального, из Центрального, значит, из Центрального Китая, понимаете, вот такие нюансы даже знал, а потом, ну, 7 месяцев работали, там, как называется, склерозумение, переменящего маразма, поэтому забыл, и вот он даже приводил фильм, когда мы смотрели, там, кино, но очень хороший фильм, вот мужчины и женщины, с этим приводиток, он переводил, но он сначала для себя, смеялся, только, скажи, что там, вся, а потом, очень такой странный, замечательный человек, когда он приехал из Японии, я никогда не забуду, и, знаешь, у Лифтов, Центрального, значит, я вижу его, я говорю, Толя, здравствуй, и вдруг вот так начинает, здравствуй, здравствуй, я говорю, Толя, я же не председатель, что ты, со мной так это, вот ты знаешь, привычка, а действительно, японцы, они приветствуют друг друга вот такими, такими поклонами.